Так, ну вот уже третий ролик на тему рецензирования. Итак, чтобы оспорить первоначальную недостоверную экспертизу, нам требуется, как рецензионному органу, во-первых, скан-копия спорной экспертизы. Пожалуйста, копируйте буквально все странички экспертизы, начиная от, так сказать, шапки экспертизы и заканчивая последней страничке заключения, где указаны штампы и оттиски экспертного учреждения. Это важно, друзья мои. Обязательно копируйте все приложения, все сертификаты, удостоверения, свидетельства и прочие, казалось бы, ненужные бумажки, которые на самом деле крайне нужны и крайне важны. Дальше. Фотографируйте, копируйте материалы экспертизы на высоком качестве, потому что от качества спорной экспертизы нам... От качества спорной экспертизы будет зависеть результат рецензирования. Дальше. Все эти сформированные материалы можете направлять к нам на почту. Если у вас есть какие-то замечания, вы можете прямо на теле, в тексте спорной экспертизы указать. Вот это, вот это, вот это. По моему мнению спорно, по моему мнению незаконно. Это наметки, которые помогают ускорить, в принципе, процесс рецензирования. Дальше. Скан, копия, заключение, плюс ваши комментарии, либо ваши отметки, высылайте к нам на почту. Даете нам примерно полрабочего дня и вечером того же дня мы вам говорим о том, что первоначальная экспертиза кривая, шанс ее спорить у вас есть, и мы беремся за оформление рецензии. В принципе, все. Главное, не терять умышленно, либо неумышленно листочки в экспертизе, потому что в таком случае нам понадобится опять у вас дозапрашивать какие-то дополнительные листочки, какие-то дополнительные материалы, которые вы как бы случайно забыли приложить. Пожалуй, все. Если тематика рецензирования понравилась, лайкайте этот видос. До свидания.